Ну что, мы шишину, что ли, не привезем? Привезем, в крайнем случае, к антибучу прицепим. В смысле, конечно. Если быть до конца честным, я хотел сначала пожарную машину. С детства мечтал о пожарной машине, но не удалось с человеком связаться. Маршрут перестроен. Не-не-не. Псков! На. Через 200 метров поверните налево. Сюда. Маршрут перестроен. Георгий Александрович, почему именно Псков? Покупайте налево. А там, Тарас Сергеевич, сегодня акция. Какая? При покупке шишиги и приключений вы получаете в подарок. Раньше сядем, раньше выйдем. Ну и... Недорого. В Питере что-то дорого. А обскоре недорого. Прикольно. Главное, чтобы нам антисексуальные приключения не стали дороже. Ладно. Пристегни. Тушу. Гоу! Птички поют. Псковская губерния. И уже, кстати говоря, расцвело. Подъезжаем к Псковскому району, так сказать. Родина Георгия Александровича. Скабаристан. Я вообще манал эти лица. Птичка какая-то. Я думал, меня сожрут там, блин. А я тебе говорил, потерпи, да бензоколонки ты говоришь. Нет, я лопухи найду, лопухи найду. И я такой. Это природа такая. Я еще, блин, нифига не подготовился. Столько я в летних кроссовках. И БВ говно. Почему это? Потому что я испачкался. Посмотри, я весь испачкан из-за нее. Как будто, я не знаю, я на фуре еду какой-то. У тебя ноги слишком жирные. В смысле, они у меня еще и длинные. Я в том, блин, могу быть. Тарас Сергеевич сегодня встал, не с твоей ноги. Ну, реально. Но, тем не менее, все нормально. Мы уже почти в Скабаристане, поэтому я не вижу вообще никаких трудностей. Да, вообще трудностей нет никаких. Только я не понимаю, как мы Шишигу погоним. В смысле? А? В смысле? В смысле, бессмысл. Просто. Как мы погоним Шишигу? Как погоним? По дороге? У меня нет одного способа. Категорию у тебя нет? Мне бы, я не знаю, как далее, до сих пор. Понимаешь, у многих вопросов складываю. А это чем? Квест. Смотри. Значит, у нас есть два человека. Один водитель Антипыча. Ну. Второй сексолог. Ну. Без категории. Ну, ты мне явно не дашь на Антипыча ехать. Разрешил мне посидеть, только он превословит, что я не испачкую ничего. Ну, ты испачкался, выходя. Ну, дороги, дороги такие, понимаете, ленинградские, питерские, областные. Это же квест, Тарас Сергеевич. Это жуть. Ну, на самом деле, я просто не уверен, что мы еще что-нибудь сейчас приобретем, по большому счету. Мы посмотрим. Да. Если все будет так, как нас устраивает, то мы будем принимать какие-то шаги и действия на месте. Вот. Ну, я думаю. Ну, что мы. Шшиву, что ли, не привезем. Привезем. В крайнем случае, как Антипыча прицепе. В смысле, конечно. Нет, это я пошутил. Нет, это еще не настолько крыша. Не, ну, у меня просто открыт вопрос, я как бы не понимаю, брат, тут как бы расстояние и скорость Шишики тогда не говорит о том, что... Максимальная скорость Шишики будет 90 км в час. Она не ездила столько, она как с завода выехала, настолько не ездила. Топлива в среднем где-то 30-ку на сотку. Так что, если прицепить контин, почему будет дешевле? Хотя нет, коробку перебрать будет дешевле, да? Коробка ништяк. Мотор еще не обкатывает. Мотор еще, ну, это... Нет, короче, я не знаю, много неизвестно. Друзья, в общем, мы сейчас доедем до Пскова, посмотрим на эту Шишику. Но я искренне верю и надеюсь, что все срастется. То есть, если она нам понравится, мы, ну, как бы, что-нибудь предпринимаем, какие всякие действия, как ехать. Пока не знаю, решим на месте. Пока это происходит. Ребятушки, за это то, что вы увидите, можете искать компанию Лавр. Ссылка будет в описании на их группу. А если вы хотите задать какие-то вопросы по продукции Лавр, по раскоксовке, соответственно, господи, октан-корректор, цитан-корректор. Шишику-то мы как повезем. Если вы хотите уменьшить свой масложор вашего двигателя, не стесняйтесь. Ссылка в описании. Заходите, задавайте вопросы. Ребята очень быстро отвечают. Он поедет за рулем. И, как бы, они нам очень помогают. Айфон упал. Неплохо. Райбен нам на месте. Обычно Райбен падает, а сейчас айфон упал. В общем, ребят, мы едем в Обсков, а вы как бы не стесняйтесь и заходите в группу Лавра. Пока мы едем, у вас будет время посмотреть, задать какие-то вопросы. Лавра. Почему? Кто? Как? Ну что, что ты опять начинаешь? Я тебе говорю, я не знаю, я не видел, это еще кручилыги, понимаешь? Мы сейчас приедем, посмотрим. А есть? Откуда езжу? Ну, нет, ну, сказали, что ездит. Но мне сказали, что она ездила. На заборе тоже много что пишут. Мне сказали, что она ездила по территории завода. Ну, щетки говно надо менять. Мне сказали, что она ездила по территории завода, то есть, ну, недалеко. То есть, это будет у меня такой серьезный марш. Просто бросок. Расслабься, Тараси. Приключение продолжается. Я расслабил. Все хорошо. Я до сих пор не пристегнулся. Это плохо. Это надо пристегнуться. Ты что, ты что? Давай без пропаганды, понимаешь? Да. Нет, мы сейчас это... Я всегда, когда мы едем на какой-то дальняк, всегда заставляюсь сексологу пристегиваться. Ну, реально, всегда. Потому что, если что, я тормозну, эта бомбочка полетит по лабаче, а лабач сами знаете, сколько стоит. Сексолога-то мы заштопаем, у нас есть доктор. Да, лабач мы не заштопаем. Нет, ну, это тоже, конечно, шучу. Есть ли мне? Конечно. Конечно. Буксировочная. Итак, нам с вами до Пскова остается 16 километров. Не-е-е-е. Ехать неизвестно с какой-то. Здравствуйте. Как дела у Пскова? Псков-то не либо стоит. Это хорошо. Никуда не делся. Это же прекрасно. У вас сегодня прям рейд какой-то такой. Ну да. Прям все... А какая-то операция проходит? Да, практически все. Практические операции. Эстонцы там, пожалуйста. Пойдите, скажите, я не скажу. А, сию секундочку. Тысячу лет не было в Пскове. Это же прекрасно. Давно, да? Давно, давно, давно. Страховой полюс. Количество одной штуки. С лепоти. Всего хорошего. Хорошего должен быть. Вот. Приятное общение с сотрудником ГИБДД. А как оно было предсказуемо? Согласись. Ну, было просто предугадано. Эта встреча была предугадана. Предугадана. Мы едем. О, здесь такие вообще. Я не знаю, может вернуться заснять. Хотя, там, вот эти из советских времен. Кинотеатр, Победа, Победа, гостиница, Октябрьская. Это, на первом, это же спорт, спорттовары. Спорттовары Ракета. Сука, блин. Это, это же, это так канонично. Это, прям, нет. Причем все, знаешь, из этих самых, из советских времен еще. Да, да. Нет, это офигенно. Нет, блин, прикольно. Хороший. Да, 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 красота. Да, это, вон, смотри, Кремль, пожалуйста. Кремль, пожалуйста. Кремль, пожалуйста, да. Да, мы такие. Я, с вашего позволить. Да, да, да. Сейчас я вам освобожу. Субтитры создавали. Да, а вот Кремль, соответственно, чтобы, ну, люди не забывали. Вот такие вот здесь вот всякие вот, вот, сооружения. Это, кстати, видимо, это дом правительства, да, местный. А, вот, а, вот. А, это Псковский государственный университет. Лошара. Нам сейчас напишут лохи. Или весь свой город. А, вот, смотри, вот нам, вот, видишь, написано «Октябрь». Это вот, вот, вот это вот здание, вот, желтое. Театр. 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 Видите, театр. Октябрь, понимаешь? Вот, 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 вот. Понимаешь? Красота. Приятно, вот, знаешь, такие путешествия стилировать хилл. Но скоро все приятно и закончится. Ну, я понял, там. Через 11 минут я хочу сказать. Через 11 минут? Да. Ну, ладно, что. Я не думал, что это так будет. Ну, как, ну, как, ну, что, ну, почему? Вообще, как бы, если быть до конца честным, я хотел сначала пожарную машину, с детства мечтал о пожарной машине, но не удалось с человеком связаться. Ну, это тоже бодрое макушение. Будет халтурить, когда поедем обратно. Да? Да. Это меньше из наших проблем. Антипыч весь испачкался, пока ехал. А смотрим масштаб повреждений. У нас есть печка бомжука, что сразу заметно по трубе. Если что, если сломаемся, можно будет напилить дров. Да, мне вот интересно, откуда вот постоянно повреждения вот на таких автомобилях? Это наломалось, и люди собирали дрова. Ага, в смысле, об нее кололи, что ли, в смысле? В смысле, нет, в смысле валили. Ну, неплохо, смотри. Ну, вот здесь как это называется правильно? Назовем это кунга. 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 Тут вот есть вот такой вот, короче, так. Давай, давай. Вот вход в нарнию я бы даже... А стюардессы есть? Здесь стюардесс вряд ли сегодня будет. Но здесь, как ты видишь, скорее всего, ездили высокопоставленные чиновники. Так как есть переговорный стол, есть чем погреться. Вон шланги хомут. Это написано, не курить. Да. Так, значит, более того, прошлые хозяева. Нифига, здесь какое-то масло дикое. Нет, без опилы дружба не надо? Пока нет. Подожди, давай оценим масштаб повреждений вообще, в принципе. Вообще, как поступили бы нормальные люди? Они бы сначала посмотрели двигатель. Ого, нифига. Да тут задиры. Сейчас, подожди. Подожди. О, Тарас Сергеевич. У нас есть масло в дорогу. Какое? Oil Ride. А, неплохо. А, оно трансмиссионное. А, ну это то, что надо. Плохо. Так, есть крышка. Да, подожди, я понимаю, что... Я остался, пытаюсь понять, что нам придется... О, подохранитель. Крышка трамблера была. Что? Слушай, ну, походит, я думаю, сейчас смотрю. Не большие лифты во всех положениях. Я думал, походит. Реально, это же реалитет надо оставить. Надо мутно... Да, я брелок себе сделаю. Смотри, какой хренезинный брелок получится. Надо мутно подогнать. Он любит такие штуки. Ну, так, аварийный выход, Тарас Сергеевич. Куда? В Нарнию. О, о, в натуре. Слушай, а неплохо? Я же не нравится мне, когда есть люки. Селочками, шампанские. Да тут можно кусок. Может, пати бусы в него сделаем, а? Не надо. Нет. О, я нашел... Подожди, я нашел то, чем открыть дверь. О, ручка. Ручка, ништя. Это что это? Что это? Наверное, для этого. Это для наказания, видимо. А тут, во, от дружбы, говорю, о. Ну, елка есть даже. Если что, дрова будет. Пацаны, если кто-то смотрел новости за последние пять лет и слышал, что где-то в каких-то преступлениях замес на шишиге, напишите. Смотри, это все от комаров, от всякой дичи, которая ползает, летает. Здесь происходило на природе. Смотри, сколько стяжек у нас есть. Огонь. Огонь. У нас есть даже башка. Смотри. Социалистические обязательства. Да ладно. Вон, написано в высоте. Социалистические. Это за водителем. Да. Ништя. Прикинь. А тут водили можно, слышишь? Вот так вот, прям вот, смотри. Ты такой сидишь, такой. А-а-а, мне тепло. У меня бомжика тут висит. И вот такой там, понял? Пойдем кабину откроем, Вася. Опачки. Мы в Абскове. Нам сколько? Верс 400 на ней, короче, лыжить. Да. И у нас по-прежнему нет водителя. Кто поедет? Вот. Ну, ладно, ладно. Сейчас что-нибудь изобретем. Так. Закройся. Моя интуиция подсказывает, что это где-то так должно быть. А может, воспользуемся штатными инцами? Нет. Здесь тюнинг. А, тут оно, а, не открывается. Подожди. Что это? Что я еще? Это, подожди, это опыт. Надо уметь. Ну, окей. Ты не умеет. Ну, попробуй. Нет. Стой, стой, не ломай. Попробуй сначала открыть. Вот. Ну, давай сменим, попробуем ржаву на ржаву. Давай, давай. Может, ржавчую все ли? Может быть. У тебя работает. У тебя работает? Да. А достань айфон. О, и у меня работает. Так, стеклян подъемников нет. СССР. Печка. Печка в состоянии. А попробуем поднять? Кабину? Да. А интуиция подсказывает мне, что с той стороны. Да? Надо ключ забрать. Ключ, да. Так. Смотри, фары целые, огончик. Да, фары целые. Колесам кранты. Смотри, здесь жижу заковать можно. Ох, ничего страшного. А? Смотри, что нужно убивать можно. Жижу. Жижу. А? А вот эти... А вот эти... Я в фильме «Бумер» такое видел. Всегда надо двертку ставить. А, да? А, ты вне, все, да. Все, я понял. Ну, такой, смотри. Ну, какой-то он маленький. А вот это что за рычаги? Где? Вот, смотри, вот. Все, коробки, коробка, шмаробка. Коробка, шмаробка. Раздатка, да, все. Трешь, мнешь. Да. Смотри, амортизатор. Ну, ничего страшного. Брама больше беспокоит нас. Брама? Да, давайте осмотрим. О, здесь какие-то мыши под ней, смотри. Балевки. А, в натуре. Ну, слушай, жизнь, жизнь продолжается. Ну, я тебе хочу сказать, что сильно ничего не течет. О, здесь кто-то что-то чинил. Ну, вот, конечно. Масло течет. Ты как будто незаметно по автомобилю. Ах ты ж, еб твою мать, ничего страшного. А у нас карбюратор, еб твою мать. Че, здесь какой-то хобот есть интересный. Тарас, прости, пожалуйста. Хобот, хобот есть. Это, видимо, вентиляция картера. И? И прямо с нее масло течет. Хорошо это или плохо? Оно там есть, значит. А, да. И это не может не радовать. Да, шланг. Я тебе хочу сказать, поедем весело. Кто поедет? Держи ручку. Это, а если в зажигании стоит, завести можно ее? Да, да, да. Сейчас. Чумав. Масло. Есть. 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 Алюминий. Да. Металл хорош. Да. А давай здесь? Не Subaru. Давай. Ага. А жлыги закрылась? Да. Да? Все. Так, сейчас. Залезешь? Я постараюсь. Просто неудобно. Одной рукой камера, другая все остальное. Не верю. Убранство салона. Ушка. А? Карман что-то. Здорово, Сергей. А? Ключ у вас в руках. Залезайте. А, куда? Куда? С той стороны. Да, что? Ой, ел бытовая мать. Да. Баки. Баки есть топливо. Даже мне теперь этот квест проходить, да? Не сдавайся. Баки. А что баки? Я понял, баки не баки. Я так-то не сдался. Красавчик. Так, а за что тут? Вот так, да, наверное? Как это делают люди? Люди не знают, как это делают. Вот так, вот так. А что? А? Охренеть. Добро пожаловать. И вам туда же и того же. Давайте попробуем завести суперкар. А ты думаешь? Ну, блин, слушай. По инсайдерской информации я сразу хочу сказать, ребята, вы наверняка спросите, какого хрена эти дебюты? Вот так тут. Мы сейчас ждем хозяина. Он сейчас приедет вместе с документами. Ногу заживало. А, тут это закрыто. А тут открыто. А, ну коробка передач какая удобная. А, это что? Это коробка передач? Ну, выглядит как нейтрально, да? Штюк. Ебать. А ты умеешь это делать? Это в смысле реально коробка передач? Да, да. А почему ты в таком неудобном положении? Ну, это советская техника, она. Ну? А, нет, надо что-то иначе сделать. Да? А, не знаю. Что? Да все нормально. Ну? Что? Что? А? Ну? Нет. Нет? Нет. Здесь должен быть, я понял, какой-то выключатель массы. Думаешь? Я базарю тебе. Такой надежный. Выключатель. Цвета он такого. Массы. У нас есть козырек. А, еб ты, вот он. Козырек хорош. О, нашел, смотри, Тарас Сергеевич. И что? У меня такое на запаре было. О, что-то пошло какое-то, питало его куда-то сейчас. Попробуй. О, 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 о. Шишига ожила. Она нас не убьет? Не знаю. Она завелась? Ну, давай я хочу понять, это нейтрально или нет? Отпусти сцепление. Стоим. Стоим. Мать моя женщина. Ты что, серьезно? А что она такая тихая? Ну, у нее что-то очень тихо. А там вот тут сверло. Газ 53, они тихие машины. Сейчас, подожди. Давай, подожди. Привет. Удобно чинить. Да, все офигенно. А, ну тут масли все такое. Подожди. Чего? Далеко фонарик какой-то, да? Ну, далеко. А что ты хочешь? Ну так оценить масштаб повреждения. Ну вот, фильтры есть. Это что? Что ты сделал? Ну, что-то сломал. Зачем? Нет, случилось. А может ты печку как-то выключишь? Чумас, чумас, чумас. Может это глушил-то? Да, все. Сейчас я все починю. Сломал. Дай чуть-чуть ему, дай чуть оборудоваться. Какой-то! Ё-моё! Да. Но у меня до сих пор терзает сомнение, кто поедет. Антипыча ты мне точно не дашь. Это я прям вот базарю. А кто поедет на нем? У меня нет категории. Абсолютно. Сто пудово. Давай закрой. Закрывай. Она закрывается только с твоей стороны, если что. А, да? Да. Почему? А, у меня сверлышка. У тебя сверлышка и... Ну, у тебя же есть вот эта же мякалка? У меня есть мякалка, только она не закр... Закроется? Ну и что? Ну и что? Дашь мякалку? Хочешь передачу? А как здесь передачи реализованы? Я не знаю. Да, техника. Чего? Я понял. Вот и решено, кто едет за рулем. А я поеду Антипыча. Техника прям в крайней степени... Есть лайфхак. Какой? Вот такой вот. А, наружу решила пить. Да, дайте, пойдем оценим. А мне как выйти-то? Я не знаю. Я тоже такой шляп. Импровизирует. Да. Много. О! как если неудобно выходить просто капец да все работает, пары огонь а он не очень громкий, я думал сейчас кобеток будет а он вообще нормальный да, огонь но я думаю не до копаться подкачка у нас когда-то была была, да, теперь ее нет сейчас ее нет ну в общем и целом ништяк ну да, надо ждать хозяина, искать кто поедет давай попробуем тронуться ну то что мы тронулись, это понятно давай я попробую, я никогда этого не делал нет, здесь Антибыч стоит, давай сначала я, а потом все остальное ну давай, ладно, ухей ну я хотя бы, понимаешь, если я Антибычу в жабую, кого винить? ну да, с собой себя, если я в жабую, ты меня проклянешь я тебя съем ну да ну, я научился залезать газон ну... и что? блядь, это дичь у нас есть давление масла? есть ну это хорошо на, покажи приборы у нас есть давление масла у нас есть зарядка ну, в общем, есть а замок-то работает? аааа и у нас температура, не знаю, с топливом, видимо, аларм не ломай, Тарас Ильич давай а ты далеко? я не знаю ну давай, попробуй блядь о что-то включил ну давай ну, ну, газулю, газу... ну... а вперед поедешь? ну, вперед она хочет ехать газулю, газулю, газулю что ты? газулю прям нормально ты же счастливый обладатель давай ну вот хе-хе-хе-хе-хе хе-хе-хе назад есть это хорошо давайте назад ну как там проезжей части-то стоять будешь, ну? ну что, товарищ режиссер затопим буржуйку хе-хе-хе-хе ну дрова ты уже нашел хе-хе-хе-хе все в плесени ну, Георгий Александрович я что подумал? ааа это же бытовка бытовка наверняка здесь есть какие-то автотранспортные предприятия и мы сможем выцепить за мзду небольшую, недорогую водителя тем более у нас есть матрас как бы, печка можно ехать, ничего, блядь, сырой можно ехать, ночевать ну в принципе, если... можем и прикопать, если что, да? у нас есть аргумент я говорю, можно и прикопать, если что, да? без следов оставить да нет, ну конечно, условия... нет, условия есть и это хорошо уже как бы не пропадешь смотри печку затопил натопил здесь все тепло все хорошо собрание, если что, провел как бы поступил нормальный человек да в принципе, мы можем дернуть грузовой эвакуатор еще какая-то хера тебе достанется да, это щиток какой щиток? на 220 вольт видишь, розетка там да нет, на 220 нет, ну ладно нормальный лучик дернул бы эвакуатор, правильно? да вот ну мы не такие мы не такие мы попробуем доехать сколько можно ты уже проехал сколько можно больше нельзя все нормально ну сейчас по кругу пошаримся найдем кого-нибудь за денежку небольшую потому что эвакуатор все равно будет дороже а если а если значит она сдохнет то мы и в отделе заплатим и за эвакуатор заплатим то есть по привычной нам схеме да скупой платят дважды ну да, как всегда не, а не мы не, мы могли же поступить просто мы же могли в Питере найти человека с категории С который бы сказал нам пацаны да из Кабаристана да из Пскова да на Шашиге да низких дел у нас с категории С в Питере только Святой Алексий но Святой Алексий сейчас фритюрится понимаешь в теплых странах да Алексей Михайлович вот ты в теплой стране я знаю ты будешь смотреть это видео а мы с Тарасом Сергеевичем с лопатой в Кунге шишиге и в Пскове в Пскове это вообще дичь да кстати вот как Кунг называется смотри а вот он не фас не фас даже номера есть прикольно Кунг никому не нужен меняем на эвакуацию ну утеплено вон там пенопластище я же тебе говорю это автомат сто пудово ладно хватит голову жевать пойдём пройдёмся по местности пойдём кстати прогуляемся да найдём ну тут интереснее тут генератор у него не купился видишь тут лучше какие-то эти от ремня может что-то набило кривой стартер важно важно ничего интересного ну что тебе не нравится вам проблем нет смотри замок есть здесь чтобы запереться да телепортироваться опа в общем друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте все самые полезные ссылки будут в описании переходите в группу лавр задавайте свои вопросы как продлить жизнь кстати можете зайти и спросить чего бы нам залить в шишигу потому что у нас сейчас с интернетом беда зато ёлочки вон есть я знаю что залить шишигу что масло воду бензин тормозу а какие здесь тормозы воздушные или подписывайтесь на канал ставьте лайки я не думаю что мы доедем но вы об этом узнаете в следующей серии всем мира добра удачи пока колеса чем накачивать насосом хватит задавать непровокационные вопросы это квест а